Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые зрители! Мы в очередной раз с вами на блошином рынке ретро на заводе Кристалл. И если в прошлый раз нам делали обзор из большого зала о чайных сервизах и чайных парах, то в этот раз мы, по моей просьбе, мне сделали обзор к желе. Ну да, мне не хватает каких-то предметов для сервировки стола. И когда в прошлый раз я делала обзор к желе, то увидела, что мне нужно что-то поставить на задний план. И что-то... Вот не хватает каких-то емкостей для того, чтобы туда что-то положить, какие-то вкусняшки. Но вы знаете, без вкусняшек нам нельзя никак. Вот. Поэтому для того, чтобы сделать это видео, мне собирали его буквально из разных мест. В том числе и из фикс-прайса, и из большого зала. Но, в общем, из разных мест. И, кстати, я хочу перед этим еще вставить, что предметы, которые здесь продаются, различные, в том числе и посуду, можно увидеть и на Авито, выставлено там, и в мешке, и на Юле, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Ну, для того, чтобы вам было это... Кстати, вот то, что сейчас я покажу, вставку, парфюмерный набор стекло Европы 40-е годы, как раз выставлено на Фейсбуке. Поэтому давайте с вами полюбуемся. Субтитры сделал DimaTorzok Там было 5 предметов. И я помню, еще удивлялась, как много входит предметов в состав этого набора. Ну, а вот здесь, как вы видите, 7 предметов. В общем-то, такая же вазочка для цветов, как и у Катюши. Два флакона с притертыми пробочками, но это может быть или туалетная вода, или одеколон, или еще что-то. Точно такая же коробочка-пудреница, лоточек для того, чтобы положить украшения. И еще добавлено два предмета. Это, я думаю, тарелочка для того, чтобы одевать сюда браслет и складывать кольца. И такой вот дезодор, пульвизатор, спрей, но тоже для каких-то вот духов или для чего-то подобного. А мы с вами возвращаемся к моей любимой кжели. И вот, просмотрев здесь все, я уже, кажется, начинаю определяться, что мне нужно. Ну, во-первых, мне очень понравилась вот эта смешная рыбка с огромными зубами и с усами. Ну, вот очень мне захотелось. Мне кажется, ее не хватает на моем столе. Какой-то сразу юмор здесь появился, появится с ней. И вот эта вот тарелочка, дальше вы увидите, она стоит за пупсом. Большая такая тарелка, но вот мне тоже. Мне вообще там тарелки кжели нужны, потому что проблематично пока их купить. Вот фигурки еще бывают, а тарелочки нет. Ну, а еще сейчас буду смотреть, что примерно я уже как-то начала определяться. Может быть, вы мне что-нибудь подскажете, не знаю. Но я сейчас уже передаю слово Евгении Высоцкой и Нелли Ахсяновой, лучшим специалистам блаженого рынка ретро. У нас часто просят, чтобы мы еще показали нашу коллекцию кжели. И вот Нелли любезно согласилась нам рассказать о том, что у нас интересного есть кжели советского периода. Ну, сильно интересного, к сожалению, на данный момент нет. Есть, точнее, была раритетная статуэтка в очень минимальных тиражах. У нас был хазан с деревом. Ценности это стоит порядка 50 тысяч, к сожалению, она продана. Старая кжель, довоенная, статуэтки редкие попадаются. Очень быстро уходят. Спрос на них стабилен. Ну, и ценники на них, к сожалению, тоже. С посуды... Кжель делала все. Начиная от штофов. Причем в советское время изготавливались штофы под определенные заводы под алкоголь в запечатанном виде. Сейчас есть пара-тройка в наличии. Но, к сожалению, не здесь. На других витринах не очень удобно носить. Чашки, чайные, кофейный пар. Были сервизы кжельские. Полные чайные, кофейные делались. К сожалению, качество фарфоровой массы оставляет желать лучшего. И, в общем-то, качество изготовления. Качество росписи, возможно, не очень хорошее. При, видимо, расписывании высохшего изделия, очень много при обжиге выявляются пятен этих голубых разводов самого кобальта. По росписи советские предметы, наверное, более крупная роспись. Более простая, меньше завитков, меньше каких-то мелких деталей. То есть, вот обычный чайник, но, опять-таки, видите, вот они разводы самого кобальта. Это уже запеченка, это заводской момент. Сюжет в стандарте. Цветы и птицы. Цветы и птицы, ничего волшебного. Примитивный, достаточный рисунок. Советской клеймой, поздний. С таких же предметов рюмки делались. Трохотные чашечки кофейные. Стандартный чай. То есть, пары встречались и вот в таком плане. Буквально два глотка чашка эспрессо, инцилитарные предметы. Но вот это уже, скорее, позднее. Другой цвет массы. Советская гжель была немножко желтоватой. То есть, скорее всего, это более современные остатки поздней гжели, которые остасканы сейчас по мастерским и продаются под видом сувенирки. Ваза для цветов советская гжель. Советская клеймот уже поздняя. Но качество, к сожалению, оставляет желать лучшего. То есть, сама масса неравномерная. Заливка где-то не пролит глазурь. То есть, ну, стандартное украшение интерьера, но не более. Национал он не несет, потому что достаточно быстро растрескивается. Популярный гжель в качестве сувениров. Очень много анималистики. Они делали очень много статуэток. Кобальт, белая масса, золочение. Максимум, что они использовали. Минимальное количество красок. Птицы, волки. Одна из самых известных хозяйок Медной горы. Статуэтка. Все очень недорогое. Там порядка до 3000 рублей. А вот посуда, вот эта, она в какую цену? Чашки буквально по 100 рублей. Чайники могут до 300-400 доходить. Ну, вазы 600 может быть. То есть, очень-очень доступная по цене. Но куда-то в интерьер почему нет? А вот эта шкатулка или чайница? Скорее чайница. Но вот этот экземпляр немножко интереснее. То есть, выполнен в виде русского самовара. Расписной. Экспортное клеймо. То есть, делалось как сувенирка в советское время. Поздние советы могли продаваться а-ля в березке. То есть, полностью раздельно. Отдельные чайнички, отдельные крышечки. Все функционально. И сколько такой стоит набор? 600 рублей. Всего? Да, очень доступно. Очень доступно, да. Настоящая советская кжель. Шкатулка, чайница. В идеальном состоянии. Ну, здесь вот та же беда. Более крупный вариант. Не буду расклеивать, к сожалению. Мы их заклеим, иначе люди берут, руки роняют это все. Полностью функциональные съемные на чайнике. Съемный сам самовар. Ну, максимум чайницы, не более того. До кухни. Тоже в идеальном состоянии. В отличном состоянии все это. Состояние, но... Состояние, но... Сколько? 800 рублей, да? 300-800 рублей набор был. Ну, вот еще покажи, пожалуйста, вот синие чашечки. Они немножко отличаются дизайном. Да, было крытье кобальта кжельское. Тоже достаточно позднее. Ранние советы такого не делали. В духе Довбыша. То есть тоже, да, советское клеймо, но просто заливка и подрисовка золота. Таких много. Очень много делалось, так сказать, чашек. Блюдца, паильники были для Минвода. То, что делалось, кобальтовое. В основном своем это кжель с года было. Соременный кжель. Это уже сувенирка по частным мастерским. Немножко другой рисунок, более мелкий. Более, может быть, аккуратный, более интересный в этом плане. Но это уже поздние вещи. Очень много кжель изготавливают сейчас у них в качестве символов года. Шкатулок, каких-то чайников, пепельниц, прикладных предметов, но они более так. Наверное, на этом пока больше вам нечем порадовать. Всего спасибо. Из прошлого с любовью в новый век Протянуты преемственные нити И если ты нормальный человек Твой долг не оборвать, а сохранить их Все памятно в страдальческой стране От ржавых пуль до дедовских медалей И всяк чуть-чуть до коллекционер Во мгле былого, роясь до деталей Пускай уже не модны в наши дни С прошедших дней пылящиеся боты Сомненья нет, подходят и они Для трудной собирательской работы Находим мы предметы старины Потерянные в смене поколений Ведь каждый срез истории страны Для разума пытливого, бесцененный Важность собирания вещей Не в этой нашей мелочной корысти А в памяти отеческих корней Среди попутно выявленных истин В коллекциях нам нужно сохранить Истории завещанные вещи Сдувая с них пылинки Ведь они по чистой сути Как Россия вечная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok